Доброе утро. Прошедшие сутки, наверное, были самыми напряженными с точки зрения увеличения коронавирусной инфекции у нас в республике. Количество общего с начала эпидемии людей, зараженных вирусом в республике Саха-Якутия, составило 1814. Из них за последние сутки 114 по республике, 84 из них по городу Якутску, 18 это Ленский район, но и в нескольких районах наблюдаются единичные случаи. Конечно же, по Ленскому району это не какой-то очаг заражения, это прибытие достаточно большой партии Сталаканское месторождение больных, которых выявила проверка, направленная туда Министерством здравоохранения республики по согласованию с Ургутнефтегазом. Мы надеемся, что в дальнейшем уже больных на Талаканское месторождение, вот эта вспышка будет локализована. Приняты все необходимые меры и руководством Сургутнефтегаза по согласованию с Минздравом республики и с оперативным штабом республики. По городу Якутску, если смотреть количество зараженных и анализ делать, то у нас практически на сегодняшний день подавляющее большинство – это внутрисемейные контакты. И сегодня уже нет такого одного источника заражения серьезного по Якутску. Вместе с тем, вот эти внутрисемейные, внутрикорпоративные заражения, они делают свое дело. И мы очень надеемся, что в результате того, что жители города Якутска будут соблюдать режим полной самоизоляции в эти дни, в субботу-воскресенье, нам на следующей неделе удастся ситуацию все-таки достаточно серьезно переломить. Потому что главное, чего достигнуть за этой неделе, мы все-таки удержались в пределах не более ста человек зараженных по Якутску. Мы надеемся, что уже на следующей неделе в результате принятых мер оперативному штабу Республики и их исполнения жителями города Якутска ситуация здесь начнет улучшаться. Это очень важно. У нас 15 человек сегодня в тяжелом состоянии по Республике, из них 11 в городе Якутске и 4 в Мирно. 42 человека выздоровело. В принципе, динамика по выздоровлению тоже хорошая. Мы очень надеемся, что, еще раз говорю, при улучшении эпидемиологической ситуации по городу Якутску, ситуация в целом по Республике будет улучшаться. Хочу также сказать, что режим ограничений по Республике Саха и Якутия по тем направлениям, которые мы всегда говорили, в первую очередь по крупным нашим населенным пунктам, он продлен до 14 июня моим указом. Дополнительно включены у нас населенные пункты Намского улуса, Левобережные, а также села Мая и Харам, Егенокангаласского улуса. Это сделано по просьбе оперативных штабов районов. Исходя из анализа той ситуации, которая там складывается, определенные ограничительные меры, конечно же, на этих территориях нужны. Мы уверены, что они тоже дадут результат, и в ближайшее время вот эти локальные очаги заражения будут полностью у нас ликвидированы. Поэтому еще раз прошу жителей и республики, и особенностью города Якутска, режим с полной самоизоляцией соблюдать, для того, чтобы как можно в короткие сроки мы уже могли вернуться к нормальной жизни. Спасибо. Спасибо.